всем привет 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 с вами как всегда ваш сынуля красотуля я по традиции буду читать ваши комментарии у нас уже получается сутки идет дождь он совсем бывает я выбрал два раза собаку кормил сегодня пока дождь идет она из будки не выходит только немножко заканчивается моросить покормил сразу поменял сухой корм водой залил сутки потоп везде вода уже не впитывается идет у нас до уже сутки много воды ну за это время как на улице мне плана была покосить траву избавляться от сорняков немножко нарушились планы я спускался в подвал занимался в подвале здесь дома также монтировал финальное видео где наверно не меньше 400 500 фрагментов длинный ролик завершением стройки домичка подытожил то есть один ролик там будет все от начала до конца и все на этом . там уже домичка мы не занимаемся закрыта тема про домичек как смог так сделал еще пару дней будут ролики выходить и все дальше только деревенская жизнь жизня ну все со мной здесь нюшка мусик спит радом и легкий мышка они на улице сходят свои кошачьи дела сделают что тошек ладно сегодня у нас пасмурно не пасмурно дожди как я уже сказала ролик про укладку линолеума почитаю потом другой еще почитаю хозяйка так все пишет игр я конечно не строители но знаешь что линолеум надо полежать в идеале 10-14 дней а смотрю хозяйка так все какой линолеум смотрите когда линолеум скручены особенно видно что большом рулоне ему не обязательно решать если вы его сразу постелили то ему лежать не обязательно а если у нас скомканы где-то с перегибами то там будут на линолеума видны эти перегибы ему надо будет полежать изначально рулон потому что многие заказывают сложенный линолеум то есть смотрите есть в доставки в продаже могут привести сложенный линолеум а если он сложенный больше часа хотя бы то ему надо будет лежать это печалька этот линолеум я сразу постелил на следующий день плинтуса у меня сразу лег по местам поглядел и никаких не волн ничего абсолютно тут еще зависит так чтобы он полностью разгладился принял свои естественные размеры потом отрезать уши лишнего дело сделано что получится то получится ну я уже я уже сказал что не надо было он идеально пол лег его и не надо было ни на какие они наклеены на что потому что у него та сторона как вата шерохова то я его даже не сдвинуть смотрите даже там никаких вещей не наставлено да и уже не сдвинуть не пододвинуть не влево не вправо ложится согнутый да если с изгибами согнутому надо лежать люблю жизнь пишет да не наш ты сыну ли еще и не сравненный иди к своей маме ты такой нехороший хи 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 какой есть мило радово пишет идиот а в чем я идиот то что у нас не подгонят по размеру извините у нас здесь все таки не большая столица где большой у нас здесь небольшой город где можно приехать в линолеум заказать все по размерам конкретно хоть чтобы тебе обрезали у нас такого нету у нас идет два с половиной метра три метра три с половиной четыре метра шаг 50 сантиметров ты хоть танцуй тебе только так обрежут и все что взять в абакане я в свое время заказывали с братьевником хоть тут за танцуйся пожалуйста нет такого где то есть у нас нет чай у нас не так николай бы пишет молодец только терпения должен крыша шагов позвал нет я знал как его стелить как его раскручивать там ничего сложного нет по идее тем более больше я знаю что в проеме приподнимая сперва его надо раскрутить и сложного ничего нет просто я пишу ну печка в конце хибары это что всякими какими-то буграми обычное железом убивает железом она будет париться нельзя и убивать железо она потом рассыпется вся на запариться вообще кто первый раз смотрит я в котельной почти пять лет отработал то есть котел топил и так печи я потом будущем постелю что-то металлическое сделаю небольшой вид печки на случай если будет уголь вылетать осыпаться но если эксплуатировать аккуратно то ничего не будет сыпаться не высыпаться но металлическую эту надо будет постелить по факту там будет слева справа по обогреватели висеть я там буду зимой контролировать температуру там электричество я на минимум поставлю чтобы там плюс постоянно было все я специально делал подоконники пошире выдвигал чтобы вот эти настенные обогреватели и розетки так близко ставил чтобы там постоянная температура была выше нуля зимой там не такой большая кубатуры объем чтобы его отапливать это не у меня здесь дом 200 квадратов ты вода зимой замучаешься а там 10 раз меньше надо полагать юля-ляли напишет но вот симпатичненько молодец только идет консора до завершу говорю еще пару роликов и все потом там уже мы не будем заниматься не знаю чем нибудь буду заниматься по участке ходить вкусняшки принципе мой основной был кессон как я строю кессон кессон тоже очень сложный сам по себе был там немного по-другому немножко по-другому ну за короткое ну как за короткое время за время сделал два больших дела кессоны и домичек это все-таки тяжело особенно вспомнить кессон затиравшийся ролик что я там переделал лопаты это тяжело я даже не знаю что легче вот этот мой домашний кессон с которым я уже зиму пережил либо домичек я все-таки наверно считаю что кессон тяжелее мне давался намного тяжелее руки у меня постоянные ладно это уже прошел главное дома есть мы ничего не будет на года на века там вот эту зеленую если что крышку поменять и все там и бетон и все то есть много чего затрачено и сделал что-то в кессоне вода будет дома всегда может выйти только из строя насос и вот эта помпа она недорогая все остальное этом ставим и резервные провода все это делал чтобы можно было быстро все заменить да сделать вода дома нужно елена лена панова смотрится оя пишет хорошо смотрится нормально лена и палец вверх светлана дмитриева пишет а мы с мужем не так стелили немного отмотаем отрежем лишние полосой он и лег потом дальше по чуть-чуть отрезали и уложили на неделю выравниваться в том плиту сами прижалась ну да можно и так все равно я считаю смотрите светлана дмитриева ровно его тяжело отрезать сверху это надо чтобы вы же когда разматывать его по чуть-чуть у нас получается вниз если у вас линолеум ну вот не видно где сверху отрезать вот например у каждого линолеума есть с внутренней стороны границы но если приподнимать не знаю не так наверно удобно я старался делать плотно чтобы закрыть продував не было никаких то есть сложить так чтобы стена же там все равно маленький зазор между стеной остается я попытался у меня еще этот если бы сразу отрезал данном месте просто занес расстелил и все у меня бы где-то от стены щели были я бы не смог закрыть а немного в нахлёст сделать возле входной двери у меня линолеум так у нахлёст как это ведет ну не знаю это я так сделал каждый по-разному делать или напиши спасибо играть и прям первого проходит на стиле линолеума для тебя никто этого не делал благодарю за урок ирина я думаю это хейт скорее всего нам спасибо за комментарии вы посмеялись надо мной не знаю я ничего такого не увидел и ну такой ничего сложного постелю так ладно светлана дмитриева пиши что ты делаешь еще и получишь будут залом надо не будет заломов если делать это полном где увидели хоть один залом так смешно смотреть скачки с перебежками дышать вообще не можешь посидеть отдохни даже страшно за твое здоровье ну чай линолеум и такой легкий не такой тоненький вот этот линолеум нормальный такой а как там еще мы могу сидя на него смотреть надо было сесть на него сидя смотреть и думать что уже не с тобой делать линолеум с тобой делать и уля-ля-ля напишет или у меня ремонт намечается приезжая не ремонтами не это есть же специалисты телефоны специалистов по поиску объявлений вообще с одной стороны на каждую работу должно быть свои спецы по идее одни занимаются крышами другие стелят ламинат линолеум 3 кафель чисто чтобы навыки 4 что-то другое делают маляры вот эти универсалы есть но все-таки все идеально как бы хотелось не это есть универсальные мастера где-то лучше где где-то хуже и гороши тебе надо жестянка вокруг печки эту огонёк упадет и пожжешь знаю будущем это сделала на людмила холостого пишет один вариант из двух или печи действительно будто в польской топится никогда не будет или ты сынка не умный так завершаю завершающий ролик будет на два часа на два часа 30 минут там есть кадры как я бумагу шипов уже в домичке шина чё брака и тут мы тоже вот действительно драка и те жду сообщения переживаю и не дождался дамусь так у меня тоже настроение никакого настроение нет никакого так литмила холста так 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 печь бутафорская нормальная печь хорошая печь знаете даже печь любую раскачегорить то ниже стены любой печи даже пол кирпича кладка нормально если раскачегорить даже углем дровами не важно чем всегда низ у нее будет прохладный максимально теплый промашь градусов 30 может будет еще это одна треть от пола печи она всегда будет прохладной так-то умывается умывается у меня лежит кстати дурак проснулся у меня туда не и мыши тут смотрит в ноги находился вкусняшка ложись так дальше чуть почитаем она попкова пишет если бы самого начала все сделал бы правильно тебе бы не пришлось по нему постоянно топтаться и думать как живу стелить так я знал как его стелить она попкова вы чем сушили вы чем изначально сушили я же знал как стелить я же знал и ты будешь утверждать тут и сам построил домич и как тоже еще на попкова вы чего солны солны ты своими руками даже линолеум постелить не можешь криктишься пишу я хоть и кричу соплю но я уже делаю задыхаешься только ложкой грести а не стройкой заниматься но извините как смог сделать я и дом построил я и домич построил какой-никакой на свой так вот не шикарные нездоровые хором но зато у меня не занимались бригады не делали я с уверенностью скажу что ну с домом не помогал брательник потому что там где-то что-то тяжелое и все-таки я был помощником потом сам потом помощник он руководил да пойдет крепенький чем меня отмазку всего тот москва дома залей отмазку дома залей отмазку дома залей отмазку дома да нафига вам не нужен куда он у меня пойдет отмазку заливает от дома чтобы у людей тут таких и дождей от потопов но это дом не завалился не завалила не пошел никуда меня три метра глубина фундамент 3 метра блоки 60 кого толщиной не хватает 60 сантиметров куда нафиг три метра у меня на эту еще на подушку с пгс выложим да это отмазка это лишняя трата вот это денег я понимаю как фундаменту домичка да там можно сделать отмазку домичка но у этого где фундамент ленточный и на сколько там еще сверху за это за армированным залиты куда он пойдет три метра глубина это вам не это не них них нахнах здесь фундаментом заморачивался так наталья аргузенская меня оскорбляет пишет вот ты не умный но это я хорошее слово взаимозаменяем какие ты еще советы даешь если у тебя у самого ничего шинке не получается чушь у меня не получается померить комнату то нельзя было перед тем как покупатели ты самый умный наталья аргузенской или вот еще одна еще одна попалась уже третий на кожу мышка все попали сидим на улице померить комнату то нельзя померить по мере размеру то никто не режет что в столицу вон его пока не взять что у нас здесь кто отрежет я же сказал стандарт два с половиной три три с половиной четыре я же русским языком сказала там как хочешь так и танцуй ольга полухина пишет капец болерон о точно болерон болерон ольга виноградова пишет и игорь если линолеум больше чем пол комнате то его и дурак без руки положит а если линолеум меньше так вот дело в том ольга виноградова что дурак без руки то и не положит дурак возьмется за голову увидит в каком состоянии он лежит и что с ним делать он просто есть такое слово забытое не раскумекает не поймет мозгов не хватит узнаете положить как вы знаете что его не размотать если не имеешь проем не поднимать длиннее его не не размотать его можно боком начать разматывать а там ничего не получится потому что для начала прежде чем укладывать его надо размотать весь и каждый учит каждый кто как хочет так и делает по идее то как хочет так и строит каждый строит по-своему каждый делает по-своему кого-то науки у кого-то нет навыков кто-то гвоздя бить не может себе по обязательно по пальцу прилетит кто-то тумбочку не повешен никогда кто-то все умеет мастера на все руки кто-то совсем идеально делает кто-то не идеально кто-то средний у кого как получается главное хотеть это же терпение надо где-то что-то мило новикова пишет атаки говорят днем к красоты не ночью потехе умеет все практически испортить промо талант парня что я испортил что я сделал не так ольга форест пишет молодец игр большой респект тебе и лайк спасибо ольга форест мария кузякина пишет что вы все попу рвете он делает для себя не для вас успокойтесь правильно мария кузякина евгений бижина пишет если причем тут вкусняшки если ты полил 0 ему как черный лебедь вальсировал уже был уже бы сказал всем отличного настроения всем пока а то все вкусняшек желаешь где бы были мысли и на спасибо за комментарии в бене бежен так черный лебедь я смотрел чтобы мне дальше когда у стелил раз где-то вот приподнять этим были чтобы их к стене приподнять маленько я смотрел ногами причинка пишет носках по пыли потом в кресло ты зачем шлепки сна снял так он чистый линолеум чистый чистенький зато в кепке правильно помещение кепка а чтоб свет от лампочки не падал в глаза люстра же нет и пока не предвидится елена дурного пишет очень хорошо получилось только возле печки надо положить плитку линолеум может оплавиться или загореться согласен причин как пишет говорил что линолеум не дешевая он четко пленка смотрится качественный так не сокнется и не скрутится все это вы знаете перчинкой наоборот хорошей линолеум пишите ерунду перчинка пишет ой не могу ли он ли но ли умное приведение когда а с головой накрывался дико симпатичное приведение так инкогнито 2024 пишет нельзя было сразу взять линолеум по размеру избушки не мучиться нельзя отрезает не отрезает так любил морозов пишет вот мне хочется спросить тебя как же ты на своем велосипеде допер такой кусок линолеума ты же его вы ели таскать так я его карман положил карман у меня большой ольга любима пишет добрый день всем расстелил молодец все когда все когда-то чему-то учились вот и он учится зато делать сам ольга 59 лет ростов-на-дону так ладно тогда почитаю почитаю пол по деревенске в рукаве пол по деревенске в рукаве для запекания поели с мамой получилось вкусно подвал улича набрал 226 комментариев я начну самых первых комментариев я приготовил пол на подобие пола каши в рукаве мячова людмила пишет имбиром они берут стебетесь инкогнито 6161 пишет и горах не подзор национальное блюдо не по по деревенске рисовое месиво подвального рукаве я не позору блюда фомичу фомичова людмила пишет как ждать что игру зовут не роберт роберт рождественский картайл тоже какой-то передачу на федеральных каналах старенький был семей память могу ошибаться евгений беженар пишет игр никто по рукаве не готовит кто прорезь мясо но вроде неплохо приготовилась ну евгений беженар получилось обычно то есть не так чтобы айс получилось обычно то есть я и не хвалю я не каждое блюдо своих валю получилось по простому такой так так себе может я уже заелся тоже вкусняшек не знаю получилось как то так люблю жизнь пишет все новые но и шедевр в подвале ну какой по рукаве умник если только по-деревенски а то узбеки уже там всего в маркет вы готовки да и там неплохо получилось с рукаве что тут такого так надежда бжицкий пишет какое 7 июня люблю жизнь пишет и случайно морковь ни с чем не перепутал я имею ввиду как ты и держишь обхватил все петельные труд еще локоть это поверил к нам большое здорово это мне чашка неудобно и мне чашку надо было взять я же помог по моему от мяса эту чашку от этого мяса не находилась со мне чтобы меньше посуды было надо было поуже чашку взять и мне неудобно там пришлось тереть хотя может вы просто похорить или меня мило радово пишет мешанина но вам не привыкать мило морозово пишет что и гороша думал что мама тебя похвалит а тебе не похвалила не дождешься чтобы салат приготовил ну хоть спасибо сказал гений беженов пишет галина вы поблагодарили старался по фруктове готовы про яблоки которые речь говорили галина пиксайкина пишет свиной орех ну так называется свиной орех продает отчет от такого вера маркова пишет как неприятно слушаться пение давай она и на громко дышу или камеру это пишет не камера микрофон может записывать дышу нормально так евгений беженов пишет а морковка и лук это не овощи тоже с ними рис мясо в лукове запекал нормально овощи так галина серина пишет по блюдо среднеазиатской кухни готовят его в казане и морковь брусочками режут я знаю очередная мешанина стрела калинина пишет гости с будущего 7 июня до всех с 7 7 июня юлия лялина пишет игрок приятного аппетита выглядит вкусненько мама даже опять не сказала тебе спасибо да я чё таком евгений беженов пишет вода из него вышла выйти вода может только перед родами евгений беженов отойти могут воды они выйти а василичу просто лишнюю жидкость убрали из организма там не только жидкость там еще и жир который он наел пока был дома сейчас вернется больше станет кадре пишет почему больше чем достаточно просто достаточно разве нельзя править словосочетание более чем выглядит как слово паразит не знаю может быть и так милена много пишет боги сколько дней вы будете вкушать этот мерзкий комок риса вы знаете что эти в японии как его треугольные из риса а нигерий вы знаете что милена мало вы скольбили всех японцев а нигерий делается точно так же рис отварной соевый соус соль все делается обычно треугольничками либо в кружке и снизу этот держится как этот этот не папоротника морская капуста вот эти вот водоросли были не пишите милена малого ерунды пишите действительно ерунду галка пишет нафиг он вам нужен гнобите его не представляешь что происходит вне камеры переживает она елки вы не любите ни себя никого-то рядом наталья рогозинская пишет блогер блин кулинарного канала это неплохо то ли ушел целая каша с мясом шпилька пишет играть и ходить на картинке смотрел бы что такое по ладно камера перегревается сколько этот раз с вами 30 минуток всем вкусняшек вкусняшек отличного настроения побыл я все всем пока пока